О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Привет, друзья! Привет! У нас нет новых друзей Нет новых друзей? А вот, держи тебе, новых друзей! Ого, спасибо! Это что, Акеда? Да! Ваня приготовил нашу сценку Привет всем, это товарищ Сафронов Сегодня товарищ Папани, значит, за кадром здесь у нас товарищ Товарищ Ваня! Ваня! Как вы знаете, у нас с Закупачем был заруб Акедо И, ну, естественно, не прошло и пары дней Два-три дня Как у нас они зашли Нет, как делись новой Да, нет, и у нас они зашли, естественно, мы с Ваней Тут Ваня уже со всеми спарринги устраивает И, естественно, парочку новых заказал я И решил распаковать вместе с вами Напоминаю Значит, после нашего батла с Закупачем Мы поделили воинов Акеда И у меня остались вот следующие Я не помню, как кого зовут Вот, но вы сами можете посмотреть У меня остались следующие И, значит, ну вот мы где-то, наверное, там, ну, неделю Без года недели, короче, ладно Играем И сразу я хочу вам сегодня рассказать О плюсах, о минусах О том, что вот за неделю активнейший Просто несколько раз в день игры происходит Тем более мы сейчас дома сидим Там, типа, чуть-чуть приболели И поэтому играем дома постоянно с этими Акеда Очень весело Но есть минусы О них я расскажу в конце видео Давайте А пока распаковываем Итак, если вы не знаете Войны Акеды Это новые игрушки от компании Мулз Которые изображают бойцов Спарринг бойцов Типа как в файтингах Все стилизовано под игры Такие на всякие Дэнди, Плейстейшн Вот это вот на все Игры Да, игры Да, на аркадных автоматах Вот на таких вот И как видите Сейчас, подожди Подожди, подожди Расскажу И как видите У нас такая вот тема 38 коллекций И все такое Давайте покажем Вот давай теперь сейчас покажи Покажи Давай сразимся Не, ну подожди А, ну ладно, давай Хорошо, хорошо Давай сразимся Покажем сразу как Если вдруг не видели Сразу Ну только просто до первого удара Раз Два Три Русон очень сильный Вот этот, конечно, у него Этот чуть позже расскажу Этот читерский чувак В общем, вот так происходят битвы Просто пополам разрезает Разрубает Невероятным каким-то образом Довольно жестоко выглядит Но об этом быстро привыкаешь И даже наши мамы и бабушки Привыкли и играют с нами Так А вконтакте-то не так уж плохо Казался я даже специальное обращение Записал для зрителей Вконтакте И во вкладку видео Загружаю самые любимые Последние популярные ролики Так что можете зайти По-ностальгировать Переходите в обзор игрушек Товарищ Сафронов Группа Попробуем там с вами пообщаться Как-нибудь Там удобненько сделали многое Жду вас Это сюрприз пакетики Это сюрприз пакетики Один из самых интересных Пакетики Коробочки Вариантов распространения этой продукции То, что есть сразу готовые фигурки Но вот здесь сюрприз И здесь всегда пускатель и фигурка Потому что в одиночных наборах Не всегда Так Стоит такая штучка На данный момент 799 рублей Да Но это довольно дорого Я считаю Для всего лишь одной фигурки И впускателем Но Как есть Так Здесь может попасться Кто угодно Кто почти кто угодно Кроме Войнов Которые отмечены Ну Совсем Только в эксклюзивных наборах Каких-то Компания Муз Это вот те же самые Были трэш-монстрики Крэшлинги И многие-многие Уже другие игрушки Я думаю вы знаете Это популярная компания Игрушки в целом неплохие Но за исключением Кое-каких косичков Которые есть Вот видите Чувачки так выглядят Так сражаются Все мы показали Что Вань Давай Только в кадре Смотри Чтобы был кадр И Распаковывай Давай смотреть Кто Кто тебе попался И И Раз Может быть повторка Так подожди Подожди Объясню Что в этих штуках Вообще мы не знаем кто Может быть повторка А может быть легендарный Может быть супер редкий Может быть даже Стормстрайк Да Стормстрайк Который там Самый-самый Он только в этих Ну в том числе В этих может показаться Ладно давай Открываем Раз Два Три И И И О Это новый Как минимум Это уже новый Так сейчас посмотрим Кто это Давай только А ну ты пока смотри Я буду распаковывать Потом покажешь Так внутри вы видели буклет Если вдруг не посмотрели И Также Ааа Понятно Я знаю кто это Пускатель Кстати это классический Самый распространенный Обычный У нас были всякие серебряные Прозрачные И так далее А это обычный пускатель Вот такой лаунчер Там как-то его правильно называть С клавишей вот такой вот входа С крутилочкой С счетчиком очков Который здесь шикарно работает И сейчас тоже об этом расскажу Есть косяк Ааа Вот тут вот все видно Вот отлично И Фигурка сама Сама фигурка Давай посмотрим что внутри Кого? А у него Ну сейчас подожди Вначале посмотрим просто на фигурку Хочу вам показать Как его зовут? Ты нашел его? Да Я нашел Не понимаю Гипер Где? Где? Ты ткни мне его пальцем Да вот Гипер Убери палец теперь Гиперлок У тебя еще пластилин Кстати на пальцах Так и остался Я тебе говорил Гиперлок Это такой типа Какой-то кибервоин Видите Ссылочки к Хейло Каким-то играм У него такой Кибер топор Да кстати к Хейло Наверное и отсылка Там же сейчас такие топоры Разные есть И форма немного Отсылает Ну они не могут копировать Стопудово Ну в общем вот такой вот С огромным топором У него длинный топор Это в наших битвах Кстати возможно Очень хорошо сработает Вот так вот берется фигурка Кстати они неплохо смотрятся Просто как для коллекции И сейчас попроверим Насколько он сильный Давай Раз Два Три В бой Давай Все рубит Рубит Нормально У него длинный Длинный топор Да Сейчас посмотрим Что внутри Внутри у него плюс один Мы кстати не выяснили Что это значит внутри Ни в официальных правилах Ни на сайте Нигде Не означает Не показывает Что это значит Ну мы думали Просто плюс жизни Но Во-первых У кого-то есть плюс две А у кого-то есть Вот например У этого чела Есть вот такой вот значок Который непонятно что значит Возможно эти правила Как-то еще не рассказали Ну или Что-то такое Короче Воин классный Очень тоже Мы хотели его все в коллекцию Я очень рад Что он у нас появился Вот Мы сейчас обязательно устроим батл Обязательно устроим Им тест К воинам И сейчас будем смотреть Кто второй Может быть повторка Может быть и повторка Да Но у нас Кто угодно Пока еще не так много разных Поэтому Вот он Гиперлок Видите Он самый классический Классический боец Но это не значит Что он слабый Вообще Вот эти вот значения Практически Ни на что не влияют Потому что Даже тут Вот эти вот очки У него Пять жизней Пять атака Пять жизней Три атака И пять редкость Это там для Турниров и игр Можно играть Но все зависит от того Насколько он мощный Потому что Например Вот этот чел Он вообще практически Непробиваемый Он ногу вперед Выставляет И все Вот этот медведь Очень мощный Вот Например Вот этот Хоть и выглядит круто И у него Отличная ниндзя Вот эта вот Его Штука дрюка Да Штука дрюка Но Им почти никого Невозможно победить Очень сложно им играть Им надо Прям сложно Вот этот тоже Имбовый персонаж Практически всех Он может Размотать Вот такие вот Поэтому тут Как бы индивидуально Как вы будете играть И вообще Ни от чего не зависит Вот это среднестатистически Им тоже научиться И отлично Он бьет Да Я за него играл И я победил В общем Да Есть свои нюансы Давай второго Распакуем И дальше Устроим небольшой батл И я вам расскажу О реальных минусах Почему вам не надо Покупать Война факета Пока вы не посмотрите Это видео Ну чтобы вы понимали Свои риски Вот Я тоже кстати послушаю Тоже послушаешь Почему не надо Покупать Война факета Все они хорошие Сейчас Сейчас расскажу Вот Дождимся Так Распаковываем Подожди Давай здесь Еще одну Сюрприз Бокса Наши Мне нравится Что в сюрпризе Может быть Кто угодно И тут есть пускатели Это очень тоже важно Запомните этот момент Я вам сейчас Чуть позже расскажу Почему Это очень И очень важно Потому что Есть много вариантов Наборов Но пускатели Это очень и очень важно Так Так Давай И давай посмотрим Кто попался Тебе Открываем Так Тихо-тихо-тихо Тихо-тихо-тихо Тихо-тихо Раз Два Три Повторка Вот этого парня Точнее Это девчонка Которая Но у нас есть Как минимум Пускатель Это тоже Очень хорошо Повторка Которая Ты же сам Говорил Что повторки Это хорошо Но только Не ее Да Ей просто Очень сложно Играть Но Хорошо Что она Выпала Именно Для вас Итак Рассказываем Во-первых Если Не видели Давайте Посмотрим О Подожди Все Теперь же Можно Устраивать Кстати Найди ее На картинке Это по-моему Она Из легендарок Каких-то Или эпических Эпических Это Это Уайт Уайт Рейв Вот как Зовут Этого Персонажа Эпические Бойцы Вот То есть Это как бы Второй По редкости И он Выпадает Итак Смотрите Давай ладно Устроим Сражение Раз Два Три Видите Как сложно Вообще Попасть Вот этим Персонажем Пока я вам расскажу Вот наши Наши Новички Я кое-что расскажу О ней Кстати И И о двух Их Я кое-что расскажу А что Что Ничего не понял Что ты Что ты расскажешь Что Его Как там Называется Надо подумать Вначале Что ты Хочешь рассказать То лучше Вначале Проговори Ты у себя В голове Потом уже Выскажешь Что ты мог Точно Сказать Потому что Было понятно Чтобы всем Итак Вот наша Небольшая коллекция Мы будем еще Пополнять ее Вань Да-да-да-да-да-да Вы если хотите Чтобы я вам Мы вам показывали То тогда ставьте лайк Друзья мои Давайте Поддержите видео лайками И тогда мы покажем Свою коллекцию Посмотрим Какие бойцы Сравним Расскажу вам еще О всех нюансах Войнах Акеда Очень интересная тема Но есть свои минусы Итак Первый минус И самый главный У этих бойцов Это их Пускалки Как вы видите Свеженькая пускалка Работает хорошо Очки переключаются Хорошо Но Пускалка Которая Вы видели Только что Пускалка Которая Чуть-чуть Работает Это мы еще Сейчас не взяли С собой Синюю пускалку Которая у Редкого бойца Попала Вот видите Что происходит Так быть не должно Должно ходить Свободно То есть вы понимаете Вы играете И у вас Персонаж Зависает в этот момент Пускалка Уже вторая Начинает ломаться То есть там пружина Выходит из строя И она Портится Именно поэтому Надо брать наборы Чтобы у вас были Пускалки Как минимум Как можно больше Чтобы вы могли играть И не расстраиваться Что у вас Потому что если у вас будет Только две Из стандартного набора То скорее всего Одна Рано или поздно А то и две Сразу Выйдут из строя Так что Вот эти Работают пока прекрасно Ну видимо И вот этот Да И вот этот Тоже работает отлично Но он из более дорогого набора Кстати Спасибо что напомнил Мне про этот пускатель Потому что Следующий момент Вот эти пускатели Они конечно окей Но Я вам скажу Я Натер здесь себе мозоль Потому что Этим пускателем Пальцем Водишь по этому пластику И натираешь Неприятно Тогда как Вот такой пускатель Вот такой лаунчер Позволяет вам То же самое Все делать Воевать И так далее Любым героем Но вы Не напрягаете Вообще вот это место И не трете его Не обо что Значит Следующий момент Опять же С натиранием Пальцы Если в зависимости От того Где вы играете Вам нужно подготовить Какую-то поверхность Арену Или что-то вроде того Потому что Если вы по столу Будете долго водить Вот так вот Сражаться Понимаете Вот вы держите Свой пускатель У вас здесь натирает Здесь натирает И палец натирает Некомфортно Неприятно Так что Здесь подумайте Вы должны Либо как-то Хвататься Чтобы придерживать Просто А не держать На столе Либо Ну уж какой-то другой вариант Либо покупать наборы Уже вот с таким пускателем Ну либо купить арену И там вопросы все решены На арене Там сразу Пускатели Надеюсь Они не выйдут А что будет Если на арене выйдут из строя Это же трэш Если на арене выйдут из строя Как вот эти Я сейчас только что подумал Надо будет спросить Через время у закупочек Так Следующий момент Это Краска Которая в процессе боя У них стирается Значит Вот где у нас Да Вот уже Побывавший в боях Как видите Посмотрите на пламя Вот здесь И давай возьмем Свеженького Новенького Свеженького Новенького И вы увидите Что у свеженького Новенького Пламя Вот на левое пламя Видите А это всего фигурка В несколько дней Битв Но все же Или например Вы можете посмотреть На пузо Вот этого приятеля Динозавра Динозавр Я думал что это акула Какая-то Ну не знаю В чем-то красная Вот Пузо Ровно так же Ободралось Ну и по мелочи Появляются у разных персонажей Ссылка на мой Яндекс Дзен В описании Это полный клон Копия моего канала Зеркало На котором будут Все видосы с Ютуба И даже больше Если что-то перестанет Выходить на самом Ютуб То на Яндекс Дзен Не перестанет Возможно там появятся Эксклюзивы Так что подписывайтесь Ссылка в описании Или в поиск на Яндекс Дзене Главное Что для полноценной игры Вам достаточно Двух фигурок И двух пускателей Это понятно Возьмите на стандартный Можно взять на стандартный набор Поиграть и так далее Но если вы хотите Реально устраивать зарубы Реально Чтобы было весело И не скучно Их у вас У этих чуваков Должно быть много И они должны Менять друг друга Они должны Все время меняться И вас должно быть много Так что собирайте коллекцию Опять же Собирать коллекцию Можно по фигуркам Но опять же Где фигурки Например 4 фигурки Там по-моему Вообще нет пускателя Или один Или нет Я уже сейчас не помню Смотрите ролик Вот Без пускателей Фигурки Ну разве что На полочку поставить Можно Вот так конечно играть Нерфом в них стрелять Или что-то вроде этого Или просто Они могут сражаться Вот так Вы можете Вот так Можно сражаться Как вариант Короче вот Рассказали мы вам Секреты Тайные Минусы Причины По которым Не нужно покупать Акеда Это цена Это Низкое качество Вот этих вот Подставок А еще Где у нас Дай-ка мне Какая у нас Вот эта Ага И так же Очень быстро Разбалтывается Вот эта вот Штука В процессе боя Какое бы очко Вы бы здесь не поставили Какое бы цифру Вы здесь не поставили То она Собьется Точно И потом будет Болтаться Вот так вот В отличие от Видите Здесь прям Четенько Ходит Каждую циферку Но Проходит несколько дней И игры И все Так что Игрушки хорошие Но качество Под такой Стиль игры Который они Задуманы Немножечко Уступает Ну что Давай попробуем Двумя новыми персонажами Я теперь буду По этим Их различать По А кстати Кто из них Кто Ну я вот по этим У этой не стерта А у этого стерта Раз Два Подожди 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 Итак Битва Fight Мортал Комбат Давай Давай У нас еще Закупач оставил Я так и знаю Зачем Ваня побежал Скорее всего Ага А нет Это из нашего набора Который был у нас Мы вот придумали Вот на такой арене Это кстати удобно Не выкидывайте Вот эту вот штуку Тоже лайфхак Поставьте лайк Сколько лайфхаков Я вам рассказал сегодня На уголок Да Мы Вот эту вот штуку Используем как арену То есть Вот сюда Выходить нельзя А еще один минус Есть Сейчас расскажу Давайте битва И раз Два Три В бой Я всячески пытаюсь Этим бойцом Хоть как-то А царь как не может Пробить ее А? Ага Смотрите какая долгая битва Кто же кого А? Давай 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 Рубанул так рубанул Давай Отлично Так Против меня Дай теперь я им сыграю Давай я теперь им сыграю Не ладно Хорошо А ты как А ты давай другим Хорошо Давай вот каким-нибудь силачом Вот нашим Вот таким Не этим уже не надо Этим мы играли Понятно с этим А мы с этим С ногой Не с этим уже была битва Раз Два Три Оооо Ооо Да Это сложная защита У этого конечно очень крутая тема С пробиванием Так Раз Два Три Ай А Неудобный за камеры Назад 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 Раз Два Три Нужно все-таки Правило Продумывать Продумывать Ааа Да Добил Правило Потому что Сейчас объясню Короче Бывают споры Все Да В принципе Мы уже Побатлились Нормально Бывают очень часто споры Потому что это прямой конфликт И взаимодействие Вы просто буквально Это не в компьютерной игре Вы буквально Давите друг на друга Вы буквально бьете Подставки друг друга Вы сражаетесь И вот Ладно бойцы Но вы Вот этими подставками И вот происходит Некий конфликт Это выплеск эмоций После него Мирно Ну все нормально Но в процессе игры Возникают иногда споры Нет Я толкал Нет Я Я Нет Ты Нет Ты Плюс есть Имбовые бойцы Типа этого чувака С ногой Медведи И так далее И есть откровенно Слабые бойцы Типа вот этого Ну как минимум Непродуманные С непродуманной атакой Учатки кстати Самые плохие Думаешь Да Ну не в чем У нас же нет Ну с молотками Да Ну я не знаю Насчет мучаков По-моему нормально Вот Короче Либо нужно просто Найти какой-то Супер сложный Но я никак не могу Принародиться Короче Да я отвлекаюсь Все время Просто много чего Хочется рассказать вам Сегодня информативно В выпуске И еще побаттлиться Что еще хотел сказать А да Что бывают споры Поэтому заранее Старайтесь Придумать правила Например Что у вас будет арена Что вы Что нельзя зажимать В углу Больше чем на 3 секунды Допустим Какой-нибудь Что нельзя Давить Силой Друг на друга Прям большой Что нужно Если вдруг Это Ну долго Там Друг друга давить И расходиться Нужно что-то придумать Производители Создатели игрушки Это не придумали Но это нужно будет Вам в процессе игры Чтобы у вас была Мирная игра И хорошее впечатление И хорошее впечатление А не слезы Ссоры И всякие разборки Были Ну понятно Дело Даже среди домашних Там Или друзей В итоге Я считаю Что это что-то Одновременное Примитивное Ну в хорошем плане И что-то новое Ну то есть Это до боли знакомое И что-то Очень Такое Такое Свежее Потому что Ну игрушек С такой конфронтацией Прямой сейчас нет В основном Все стараются Даже вот эти Волчки Infinity Там Надо Или там Бэйблейды То есть Вы практически Не взаимодействуете Здесь Прямое взаимодействие Ну и так У нас сегодня Новая новиночка А главное Что даже сегодня Дело не в распаковке Сегодня дело В лайфхаке В лайфхаках И реальном Опыте использования И моментах Которые стоит Обратить внимание Перед покупкой Так что Надеюсь Было полезно Ну такой вот У меня канал Про разговоры И это дорогие игрушки Так что Возможно Это вам поможет Сэкономить Или наоборот Вы скажете Эх Акеда на все Ладно Тебе это нравится Главное Скажи Ну вот видите Я не собирался Делать этот выпуск Даже покупать Но Раз мы То мы Решили поделиться Все Давайте Мы пошли Сражаться И пока 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 До свидания Отдуши До свидания В общем я подумал Что теперь осталось Делать коллабу Между Гуджитсу И Акедо Вы спросите Как Ну как Нибудь Вот так Иди сюда Иди сюда Иди сюда Я сажаю Если вы не поставите лайк Я удалю Ваш ютуб Это Слова Немножечко другого Динозавра Ладно Пока Еще раз Для более серьезных Подписчиков Предлагаю свой Бусти Там вы сможете Не только поддержать Меня в борьбе С плохими игрушками Но и Узнать много нового Например У Рум Тур Посмотреть Который абсолютно Бесплатно По кнопке Отслеживать Вы можете сейчас Посмотреть На Бусти За поддержку Такую тоже Скажу вам Спасибо А также Я тут буду Публиковать Все что связано С ютубом Свой опыт За 9 лет Ведения канала И также Происходящее На других площадках Конечно же Про свои хобби Про 3D печать И прочее Тоже здесь Эксклюзивно И по взрослому Буду с вами общаться Так что Поддержите Рассмотрите Такую возможность На Бусти Будет Очень здорово Спасибо